После объявления госкомиссиями Азербайджана и Армении о начале процесса делимитации границы армянский реваншизм вновь поднял голову. Противники мирного сосуществования в регионе уже вторую неделю митингуют при граничной зоне. Партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили, что жители против решения властей настраивают представители оппозиции, а также некоторые священнослужители местной церкви. В парламенте страны назвали решение пограничных вопросов победой на пути к долгосрочному миру. Некоторые политические силы, духовенства, обслуживающие интересы другой страны, активно заняты вовлечением Армении в новую войну. У них есть задания извне. Возглавляет это движение руководитель таушской епархии бизнесмен Баграт, человек, который называют первый пограничный столб, установленный на армия на азербайджанском государственной границе, первым камнем на могиле Армении. Господин Баграт, первые и последние камни на могилу Армении заложили люди, которых вы сегодня поддерживаете. Слушая так называемые патриотические высказывания некоторых оппозиционных депутатов и священнослужителей, хочу сказать, что их действия преследуют иные цели. Оставьте в покое жителей сёл. Почему они не могут жить рядом с азербайджанцами? Как живут в европейских странах по соседству представители разных наций? Так и будут жить в наших приграничных сёлах. Может, нам позвонить в Азербайджан и попросить, чтобы они перенесли все свои поселения на 20 километров вглубь страны? Мы ли виноваты, что делимитация границы проходит через эти сёла? Для чего все эти акции протеста? Придётся применить очень жёсткую силу, чтобы остановить антигосударственные действия. Мы в любом случае должны вернуть четыре сёла, которые при советской власти находились в составе Азербайджана. Были же такие времена, когда армяне и азербайджанцы работали вместе, занимались торговлей, дружили. Есть очень много стран, которые когда-то также воевали. Сегодня они живут в мире. Мы должны жить с азербайджанцами в мире и согласии. Возобновление войны после делимитации будет маловероятным, заявили власти Армении, подчеркнув, что уступки части армянской территории Азербайджану не обсуждаются. Ереван возвращает Баку исключительно азербайджанские сёла. Тем временем в самом обществе страны к действиям правительства Пашиняна относятся неоднозначно. Правда, часть жителей всё же видит пользу в наличии двусторонней признанной государственной границы. Нашими соседями являются азербайджанцы, а не немцы. Рано или поздно мы будем жить в мире. Для этого, правда, нужно время. Нам нужно говорить с азербайджанцами и решать проблемы. Настанет день, когда два народа будут заниматься торговлей, будут дружить. Вечных врагов не бывает. Не нужно подстрекать ситуацию и толкать страны к новой войне. Мы и так уже проиграли в войне. Нужно уметь принимать это. Нам нужен мир, и это бесспорно. Мы разве живём далеко от границы с Турцией? Мне 67 лет, и я очень многое знаю об армяно-турецкой границе. Никто же не нарушает границу с Турцией. Так что нам мешает решить пограничные вопросы с азербайджаном? Мы что, не должны иметь государственные границы? Не нужно мешать властям в этом вопросе. «Я разделяю беспокойность сельчан. Однако, если они построили дома на землях, которые раньше принадлежали азербайджанцам, то нужно эти территории вернуть. Я никогда не была в Керанце. Но одно знаю хорошо. Нам нужен мир. Нельзя вечно враждовать». На границе Азербайджана и Армении уже установлены десятки пограничных столбов. Но армяне, недовольные процессом делимитации, угрожает снести их. Митингующий также пытается запугать армянских саперов, участвующих в разминировании этих населенных пунктов. Чтобы не допустить проникновения демонстрантов в зоны разминирования, армянская полиция начала нести усиленную службу. В МВД Армении также сообщили об ограничении въезда в приграничные села.